Для того, чтобы стать звездой Ютуба, не обязательно обладать какими-то уникальными способностями или проделывать невероятные трюки. Неожиданная слава может в буквальном смысле свалиться на голову. Главное, чтобы рядом была камера видеонаблюдения или объектив удачливого фотографа, который всё это зафиксирует. И вероятность того, что это может произойти именно с вами, всегда существует. Нужно всего лишь оказаться в нужном месте в нужное время. И, конечно же, обладать чувством юмора. В этом выпуске мы расскажем вам о таких случаях. Готовы? Поехали! Поиск морских сокровищ сегодня выглядит совсем по-другому. Удачных поисков, парни! Незваный экзотический гость нарушил привычное спокойствие. Но местная служба охраны всегда на чеку. Если ты хозяин козьей фермы, то просто обязан понимать язык твоих питомцев. Иначе это обучение может стать принудительным. Надоели мне ваши рыбные консервы. Схожу в магазин и выберу себе что-то нормальное. А потом спокойно прокачусь домой на кошачьем такси. И буду дома наслаждаться колбаской, пока соседский барбос питается шайбами. Тот редкий случай, когда даже ваша собака устала от вечного беспорядка в квартире. Предвкушение скорой вечеринки иногда ведет к потере концентрации. Рано расслабились, парни! Лень выйти из машины? Ледяной душ вам все-таки поможет. Любите фоткать еду? Будьте готовы ради этого пожертвовать собственным завтраком. Но не всегда все бывает потеряно. Легкая дезинфекция и десерт спасен. Правда, ненадолго. Барбосу все-таки наскучили шайбы. И он тоже отправился в маркет за вкусняшкой. Как же прекрасно смотрелось это дефиле. Правда, в какой-то момент все пошло не по плану. Предупреждение для птиц. В этом районе низко не летать. Кот-начальник. Ребята, уже обед, а вы все чай пьете. Оказывается, у велосипеда тоже может неожиданно закончиться бензин. И любая стена рано или поздно не выдержит под напором стихии. Если за рулем находится девушка, то это отличный способ познакомиться. Перефразирую знаменитую песню. Вагончик тронется, багаж останется. Папа, ты обещал яичницу на завтрак. Ну сколько можно ждать? Если вы любите такие смелые эксперименты, то желательно одеваться потеплее. И все-таки этот защитный батут был здесь установлен не просто так. Когда твой внук тролли, тебе никогда не придется скучать на пенсии. Папа, ты обещал яичницу на завтрак. Папа, ты обещал яичницу на завтрак. Перед тем, как танцевать стрип-дэнс, надежно закрепите парик. Хотите узнать, на что способна ваша мимика? Лимонный сок вам в помощь. Это не так плохо. Наводнение доставило много хлопот жителям этого городка. Но когда ты спешишь на работу, тебя ничего не остановит. Даже если ты меньше своего соперника, ничего не бойся. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Прокачка бицепса – полезное упражнение. Но законы физики никто не отменял. Фильм «Титаник» в сельском варианте выглядит именно так. Радость победы – прекрасное чувство для любого спортсмена. Но смотреть по сторонам точно бы не помешало. Дьявол может вселяться не только в души людей, но и в газонокосилки. Тот случай, когда с приготовлением проблем нет, а с исполнением – просто беда. Талантливый глава семейства всегда найдет оригинальный способ поздравить семью с Рождеством. Этот лайфхак в списке дурацких идей явно претендует на первое место. Извините, но пивная вечеринка отменяется. Когда погода бушует, ламборгини превращаются в субмарини. Не терпится хлебнуть пивка, пока красный придется потерпеть. Веселый эксперимент с ледяным стеклом явно пошел не по плану. Судя по мокрым волосам этого парня, это уже не первый дубль. Мотоцикл «Катамаран» уже поступил в продажу. И передвигаться на нем можно гораздо быстрее, чем ходить пешком. Хотя ходить пешком полезнее для здоровья. И этой яркой девушке пешие прогулки больше по душе, чем водные. Если, конечно, у вас есть время для прогулок. Потому что этого маленького непоседу одного дома оставлять без присмотра никак нельзя. Выбивая страйком пожарную сигнализацию, уточните, сколько это стоит. Метание гири в спортзале? Действительно, что-то новенькое. Лермонтов бы написал так. Смешались в кучу. Люди. Рыбы. Бэтмен уже не тот. Да и сплощем какие-то проблемы. Гольф – это спорт для людей с железными нервами. Иначе все заканчивается именно так. В этом видео тематика «на расслабоне на Чили» явно не раскрыта. Эти тиктокерши вряд ли бьют рекорды популярности. Но неожиданный визитер салона красоты точно сделал видео вирусным. Тот случай, когда даже собаке надоел этот дурацкий диван, и пора срочно от него избавляться. Что это? Центр управления IT-корпорацией или обычная защита от ветра?